и это у нас ребят медаль 2 медаль ёж твоя налево 2 находка и 2 медаль что да его фартовость нам уже надоело у нас войны не было ну вот смотрите чё я откопал и так ребят серёжа уже устал шурфить без находок но он уже язвит горца шейди но без лопаты и медленно ну я иду как можно медленно где кто Сегодня у нас очередной выход, погода уже холодная, мы приехали чуть пораньше, Женька на своей машине оставался здесь ночевкой, неинтересного ничего не нашел, но есть немножко царика, с фундаментов поднял, вот, ну, мы сейчас вот на четырех машинах, вон там он, вон, видите, едет Серега, и мы будем продолжать с кем-то разработанные ранее шурфы. Заранее хочу сразу сказать и поблагодарить моих подписчиков, тех, которые входят в разряд спонсоров, в конце видеосюжетов я всех своих спонсоров буду, конечно, оповещать и благодарить, так что, ребят, подписывайтесь, ставим пальчики кверху за труды, старания, ну и, конечно, если есть желание мне помочь в развитии канала и стать членом нашего сообщества, подписывайтесь, становитесь спонсорами, всех буду благодарить и приятно удивлять призами. Видео начал, значит, у нас точно чего-то отыскалось. Итак, ребят, ну что, с первой находкой, и находка интересненькая тем, что это у нас полкопейки, полкопейки с СССР. Год, к сожалению, сказать пока не могу, нужно потереть, и сама монета немного дефектована. Ну, после чистки, если чистка покажет, что монета в хорошем бодром сохране, то я ее подправлю, выпрямлять буду. А так, не знаю, какой год, но это интересная монета, полкопейки с СССР, 25 по 28 год. Ладно, зачет. Итак, ребята, было у меня еще несколько советиков, но они неинтересны. До этого было женское колечко, поломано, а на этот раз, ну, наверное, мужской перстенек. Вот такой вот он окисливый, имеется рисунок на площадочке. Так что сейчас, может быть, по трупу смотрю. Ну, перстенек где-то, ну, начало, наверное, советского времени. Где-то так. Ладно. Засыпка хорошая, сопутки маловато. Ну, и, естественно, монеток всего, сколько, 4 штучки поднял. Ничего интересного, копеечка, червоница и пятнашка. Пацаны разбежались по фундаментам и смотрят там, что интересно. Все фундаменты вот так вот взорваны. Мы продолжаем. Итак, ребята, а перстенек-то интересный. Рисунок вот такой вот красивый. Это явно не мужской, а женский перстень. Имеется рисунок. И металл, как я его немножко потер, он белый. И это, походу, серебро. Низкопробное серебро. Потому что оно окислил сильно и проглядывается коричневое что-то. Вот такой вот перстенек серебро. Пойдет, пойдет. Итак, ребят, находка, которую стоит вам показать. Как говорится, вот этот вот. Он уже не фартовый, ребят. Он не фартовый. Он у нас серый как? Ну-ка. Верно. Он у нас медалист. Он у нас медалист. Блин. Кинг, ты своими яйцами на медаль уйди, блядь. Где медаль-то? Вот она, ребят, круглая штучка. И это у нас, ребят, медаль. Мы вроде думали, что такое. Я вот здесь немножко потер и видно. Вензеля царей Александра Николая. Это медаль за Крымскую, ребята. За Крымскую. Правда, ушко было сточено давным-давно. Ну, а сейчас давайте о находке. А рассказать есть о чем. Данная медаль нередкая и недорогая. Но к истории медали нужно отнестись с уважением. Начнем, пожалуй, с самого начала о Крымской войне. 1853-1856 года. Многие не знают причину этой Великой войны. И давайте по порядку разбираться. К началу 1850 года на Востоке обстановка заметно обострилась. Ослабленную Османскую империю давно уже контролировал европейские державы. Каждая из которых имела интересы в Турции. Николай I пытался расширить влияние на Балканском полуострове. Этого он хотел добиться за счет создания там независимых и дружественных России государств. На месте ослабляющей Османской империи. Поводом к началу войны стал спор о контроле над одной из самых главных христианских святынь, которая хранилась на подчиненной Османской территории. В 1853 году турецкий султан передал католическому духовенству ключи от церкви Рождества Христова в Вифлееме. А по договору Россия имела право защищать интересы христиан в Османской империи. Николай I потребовал предоставить ключи от храма православный священникам. В ответ Османская империя не стала подтверждать право России на покровительство христианам. В июне 1853 года Николай I ввел свои воска в зависимые от Османской империи Дунайские княжества. В октябре 1853 года Турция объявила России войну. Но так как у Европы были свои интересы, то в марте 1854 года войну России объявили Англия и Франция. Николай обратился за помощью к Австрии и Пруссии, но те заняли враждебную к России позицию. И присоединились в коалиции в 1855 году против России, Выстепле и Сардинское королевство. Основной задачей коалиции был захват Севастополя. Основные события развернутся в Крыму 1853-1856 год. Получил название Крымской. Вот отсюда и пошло название нашей медали. В память войне 1853-1856 годы. Кладоискатели прозвали медаль за Крымскую. Медаль череждена в ознаменование завершения Крымской войны и по случаю коронации Александра II. Медаль имела два варианта. Светлой бронзой и темной бронзой. Кроме того, имела грация по типу ленты ношения. Медали светлой бронзы награждались главным образом военные или непосредственные участники боевых событий. Медали на Георгиевской ленте награждали все чины войск, воевавших против турок на Кавказе. Участники Сининского сражения. И за защиту Петропавловска на Камчатке. Медалями на Андреевской ленте награждались все чины армии и флота. Это ополченцы-казаки. Милиция, принимавшая участие в боевых действиях, которым не полагалась медаль на Георгиевской ленте. Медалью на Владимирской ленте награждались военные чины всех ведомств ополченцев, которым не полагалась медаль на Георгиевской или Андреевской ленте. Медалью темной бронзы только гражданские лица, оказавшие какие-либо заслуги, в том числе благотворительную помощь. Медалями на Владимирской ленте награждались граждане чины всех ведомств, которые не полагалась на Георгиевской и Андреевской. Медалями на Анинской ленте награждались купцы, оказавшие какую-либо заслугу, благотворительность. Давайте перейдем и к самой медали. Медалями чеканились из светлой и темной бронзы. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне изображен вензель императора Николая I и Александра II. Над каждым вензелем расположена большая имперская корона. Над ним сияющее всевидящее око. Внизу под вензелями полукругом годы Крымской войны. И цитата. На тебя, Господи, уповаю, да не постыдимся вовеки. От чеканина около миллион семьсот тысяч медалей. А сейчас давайте дорасскажу, чем же закончилась эта Великая война. Напомню, что целью коалиции было уничтожение системы международного отношения, в которых со времен Венского конгресса Россия занимала ведущее место. Россия пришлось воевать против всех сильных держав в Европе на тот момент. Сражения проходили на Кавказе, на Балканах, на Дальнем Востоке и Камчатке. Также бои проходили на Балтийском, Баренцем и в Белом море. Осенью 1854 года 60-тысячный корпус объединенной армии союзников высадились в районе Евпатории и начал наступать на Севастополь. Хочется отметить, что оружие русских солдат сильно отличалось и уступало по своим характеристикам. В войсках коалиции на вооружение были нарезные ружья, которые имели возможность вести прицельный огонь до 1200 шагов. Русская же пехота была вооружена водкоствольными винтовками, которые стреляли не более чем на 200 метров и не всегда попадали в цель. Англо-французская эскадра состояла только из паровых судов. Более того, русский флот имел всего несколько паровых фрегатов и был в основном из парусных. Однако доблесть и отвага русских солдат, матросов отчасти восполнили отсутствие современной техники. Гарнизон Севастополя состоял из 7 тысяч человек и противостоял 67-тысячной союзной армии, которая с моря поддерживалась мощным флотом. Оборона Севастополя возлагалась Нахимову и Корнилову. После гибели Нахимова и Корнилова 1855 года обороной Севастополя руководил князь Горчаков. Главнокомандующим всеми войсками до 1855 года был князь Меншиков. Героическая оборона Севастополя длилась 349 дней. После многочисленных бомбардировок город был стерт с лица земли. Разрушены укрепрайоны на Малаховом кургане, важнейшей тактической высоты города. Поэтому уже в 1855 году Малахов курган был занят французскими войсками. Дальнейшая защита города потеряла смысл. Союзники так и не добились капитуляции Севастополя. Боевые действия в Крыму были приостановлены. А на Кавказском фронте русские воски успешно проводили операции. После падения Севастополя в коалиции начались разногласия. Англия желала продолжать войну. Франция стремление заключить мир. Но и Россия в одиночку не могла одолеть мощную коалекцию. Поэтому 25 февраля 1856 года начался Парижский конгресс, где и заключили мирный договор. Согласно условию этого договора, участникам коалекции удалось предотвратить усиление России на Балканском полуострове. Россия уступила свои позиции в Османской империи на Ближнем Востоке. Россия лишилась права на Черноморский флот. Однако Россия смогла сохранить свои территориальные ценности. Война подтолкнула правительство страны к началу масштабных реформ. Крымская война показала сильное отставание российской армии от европейских. Впервые в истории была учреждена медаль за защитой Севастополя. Она стала первой в истории, которая выдавалась не взятие или победу, а за оборону. Вот такая история этой войны и медали. Надеюсь, вам понравилась история, факты по найденной находке. Ну а сейчас возвращаемся на Шурф. Будет еще немного интересных находок, включая вторую медаль. Приятного вам просмотра. Вот такая очередная историческая находка. Зачет. Итак, ребят, у нас ветер ужасный. Пытаюсь от ветра спрятать камеру. Поролон не помогает. Вот она. Вот она, красавица. Первая крупная у меня сегодня медяк. И это у нас трешка. Год 1800 какой-то. 1800 какой-то, да. Не вижу. Ну ладно. Классная трешечка. Вот такая вот, значит. А ветер, смотрите, какой. Вот такой вот у нас ветер. Копаем. Итак, ребята, у Женьки из этого угла выкатился вот такой крупный кругляшок. И это у нас, ребята, пятак. 1869 год. Ветер жуткий, сильный. Так что не обессудьте. Я не покоритель ветров. Но это пятак. 69-й год. Затертый. Но все же крупная медь. Вторая медаль, ешь твоя налево. Вторая находка и вторая медаль. Он начинает нам действовать на нервы. Да. Нам она уже, как бы это, его фартовость нам уже надоела. Здесь силуэт. Какая-то голова вроде лысая, повернута направо. А здесь что-то непонятное, ребята. Ну, непонятно вообще. Но по окружности имеется надпись. А что дальше, не знай. Вот их две. Да, вон. Вот первая. Вон там вторая. Да, ребят, сейчас я расскажу, тебе опять подкинули. Да ладно, тут видно сразу. Смотри, какая огромная. А это маленькая. В одном месте, считай, были. Да, она с одного места. Да. Ладно. Сейчас продолжаем. Информацию постараюсь вам прикрепить. Если что, найду. Класс. Такая крупная. Желтая, а не белая. Ладно, идем. Субтитры сделал DimaTorzok